Всем привет, еще дорогие друзья! С вами, как всегда, Юри Кот, мы играем в Titanfall 2 и мы продолжаем с того места, где мы, собственно говоря, с вами остановились. Какая-то Эш говорит нам, что нужно встать на платформу. Давайте попробуем встать на эту платформу и посмотрим, что из этого всего интересного получится. Я не очень понимаю принцип сборки этих платформ, но они во что-то собираются, ребят. Давай. Хорошо. Вряд ли это, наверное, наш союзник, учитывая, что с нами говорят в этом комплексе. Но, тем не менее, ребят, будем продолжать и смотреть, что из этого получится. Так, платформа поднялась. Хорошо. Здесь какое-то защитное поле, друзья. Я хер знает, что это за дерьмо, но ладно. Что здесь нужно делать? Встаньте на платформу. Я встал на платформу, следующее задание хочу. 1-2-7 в куполе динамического моделирования 3-0-4. Окей. А теперь давай посмотрим, на что же способен. Давай, но почему так темно? Вы что, испытывать меня что-ли будете, ребятки? Это все, ну, очень прям круто, но я не знаю, чего мне здесь ожидать, ребят. Ну, ладно, я пока где-нибудь спрячусь, пожалуй. Что здесь вообще? Что там поднимается? Там что-то поднимается. Какие-то платформы, какие-то... Блядь, я думал, это враг какой-нибудь стоит. Это всего лишь навсего нам манекены. Доставка испытуемых ополченцев. Испытуемых ополченцев? Это что, какие-то голодные игры будут здесь происходить или что? Ну, вот те чуваки явно какие-то не очень хорошие. Давайте пробовать как-то, я не знаю, выживать. Наверное, нам нужно сейчас будет посражаться. Собственно, как и обычно в этой игре происходит. А, окей. Давай, попробуем. Кого ты, блядь, выпускаешь? Так, ну это всего лишь навсего солдаты. С ними будет очень легко, я думаю. Но они за нас. Они с кем-то воюют. То есть нам нужно помочь. У вас проблемы? Да, у меня проблемы. А, нихера, это враги. Это вражьё, друзья. Я тут типа занят, Бити. Если вы в бою используете маскировку, она временно сделает вас невидимым. Обязательно. Ребят, я туда не могу прострелять. Я тут, когда его прогресса, АМС. Короче, есть какие-то чуваки, они спрятались. Есть испытуемые. Есть чуваки, которые валят вообще без каких-либо проблем. Победите жнецо. Ребят, вы посмотрите, какая здесь херня. Он что, через поле пробился? А как он пробился через поле? Слушайте, я пойду, пожалуй, куда-нибудь подальше отсюда. Нахрен. У меня патронов, кстати, нет. Они заканчиваются, ребят. Наверное, лучше пока ни в кого не палить. Держи гранату, братан. Ай, твою мать. Я попробую включить невидимость, ребят. Всех дамаг содержится за басы оружия. Ай, да ладно. Да вы охерели, чуваки. Какие боевые единицы, успокойтесь. Слушайте, я не уверен, что их нужно убивать, ребят. Может быть... Я вижу. Я вижу. Я просто побегаю, друзья. Мне больше ничего не остается делать. Этих чуваков я одолеть не смогу. Во всяком случае, пока. Ну, пока все тихо, слушайте. Снова невид... Невидимость, твою мать. Здесь эти чуваки пришли ко мне. Ах ты, нихера. Вот это бомбануло, слушайте. Слушайте, они, короче, подорвались на собственных минах. Я... Да что вы говорите? Потому что ваши роботы подорвались на ваших же долбанных бомбах. Вы обязательно явитесь в купол 3-1-4. Ваша задача убить пилота ополчения. Понятно? Так точно. Выдвигаемся к куполу 3-1-4. Конец связи. А вот это уже интересно, ребят. Вот это интересно. Видимо, сейчас придется посражаться. Да я понимаю, чувак. Так, а они где-то там спавнятся, да? Наверное, нужно, ребят, идти куда-то в ту сторону. Сейчас мы попробуем. Может быть, там будет... Да, смотрите. Блядь, нет. Держите гранатку, чуваки. Пилот Купер, у вас все хорошо. У меня все отлично. Просто нахрен нахренительно. Я ее достал. Объясните мне это выражение позже. Выбирайтесь оттуда, пока можете. Я обнаружил проход во внешней стене. Помечаю на вашем дисплее. Тихо, 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 братишка. Так, наверное... Так, ребят, я вижу проход. Я не видим. Завали. Завали. Хорошо, хорошо, хорошо получается. Нужно за какую-то, я не знаю, за какую-то бочку спрятаться. Да вы охренели, чуваки, серьезно. Слушайте, а я выбрался. Я выбрался. Нужно теперь отсюда сваливать. Это очень круто, я вам хочу сказать. Но что меня ожидает дальше? Вот в чем... Ага, здесь, наверное, вот сюда куда-нибудь. Да, действительно, ребят, по трубам нужно ползти. В этом комплексе все у нас завязано на трубах. Ну, вполне себе даже неплохо, слушайте. Я прохожу, это значит, что все хорошо. Задание. Встреться с пилотом Купером. Найдите майора Андерсона. Хорошо. Обязательно. Выясните, где находится БТ. БТ. С сожалению, сообщаю, что поскольку вам удалось справиться с нарушителем, мне придется уничтожить весь... Восполнение отряда сдерживания ищет. Некоторым из вас пока не зашло, это крайне вероятное место. Рекомендую вам поскорее. Слушайте, я не хочу ходить с дробашом. Мне с ним реально неудобно. Я возьму, пожалуй, вот эту пушенцию, типа пулемет. Я надеюсь, что где-то впереди у нас будут какие-нибудь патроны. Что мне нужно здесь сделать? Наверное, нужно на вот эту платфу... А, слушайте, ползти поверху. Давайте пробовать. А-па-па-па-па-ра-па. Так, здесь наверх. Эй, чувак! А, то есть... Все нормально, да? Он мне никакого вреда, в принципе, не нанесет. Тихо-тихо-тихо. Главное не падать. Куда дальше? Слушай, наверное... Вот как-то так. Потом, наверное... Потом, наверное, наверх. Вот сюда, я думаю. Не знаю, что вы сделали, но взрывы ослабили руку манипулятора. Я свободен. Слушай, братан, так это ж хорошо. Это значит, что я смогу теперь в тебя залезть. Осталось тебя только найти. Всего лишь навсего. Ну, не все так страшно. Я уже начал было переживать. Так, бомбочки. Бомбочки нужно вот эти взрывать. Вот этих крабов долбанных. Они очень удобно, знаете? Когда стоит рядом какой-то чувак. И они взрываются, типа... И тогда все подрывается. Эти чуваки тоже. Это очень круто, мне кажется. Я думаю, что... Опа-па-ра-па-па-па. Беги. А, он просто так взорвался, да? От нефиг делать. Ну, ладно, в принципе, я... Твою мать! Не против. Слушайте, у них броня такая навороченная. Где мне такую взять? Я же наверняка не в такой броне хожу. Но это бред полный. Здорово. Короче, ребят, мы сейчас идем по этому куполу. Видимо, сверху. Мы были внутри него. Теперь мы идем поверх. Здесь есть какой-то лаз. Я это прекрасно вижу. А вот это уже сложно, знаете ли. Мне нужно туда. Наверное, я сейчас пойду поверху. Смотрите. Мы залезем вот здесь. И когда будет проезжать платформа, мы просто применим ползание по стенам. И тогда все будет круто. Я так думаю. Да, нам нужно в ту щель. Слушайте, там наш Титанчик. Там наш Титанчик. Так, анализ данных. Запустить голограмму. Давай, братан, погнал. Давай. Тыц, 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 тыц. Хорошо. Братишка, я хочу в тебя. Вообще говно вопрос. С кем воевать? Кого убивать? Куда ты, блядь, полетел? Слушайте, я же могу кью нажать, да? Вот таким вот образом. Как-то не очень, честно говоря, это получилось. Нужно отсюда выходить. Слушайте, это зверье есть. Оно очень злобное на самом деле. Так, а что если я пройду куда-нибудь? Я нарушил проход за этим куполом. Пометил на вашем дисплее. Мне еще со зверушками сражаться? Ну это неинтересно. Дайте мне нормального... А, вот оно еще, смотрите. Хорошо, один готов. А, вот они, вот они, ребят. Хорошо. Я возьму щит, пожалуй. И вот эту штуку. Держите, ребятки. Но это же не все, да? Хорошо, попадаем, попадаем, ребят. Давай еще. Ич! Как-то они все поразбегались куда-то. Я, в принципе, здоровье у меня нормально пока. Я смогу. Давайте, наверное, наводить вот так цели. И тогда ракетки будут долетать. Хорошо. Погнали. Ой, как хорошо улетело. Слушайте. Так. Щиток. Опа-па. Как тебе, братан? Ты должен был сдохнуть вообще-то. И там врага уничтожил. Отлично. Отлично. Так, у меня есть еще жизни, ребят. Нордстар. Че за жук? Давайте его убивать. Ну, че-то попадаем даже, знаете ли. Так, Брут, с тобой что делать? Тебя что же нужно убивать как-то? Тихо, тихо, тихо. Ракеты и тут, и там летают. Нужно от них как-то уворачиваться. Братишка, я же уже по себе попал. Все. Ты не жилец вообще. Так, кто у нас тут остается? Последний какой-то чувачок. Че, сзади кто-то? Ладно, ладно. Пойдем выйдем из кабины. Перетрем. О, может быть мы не будем выходить из кабины? Может быть я тебя просто так убью? Я знаю, вы меня обманете. Я не ведусь на глупые вот такие штуки. А вот так? Ну куда ты убежал, братан? Он хочет, чтобы я вышел из кабины. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Хорошо. Прости, братан, ничего личного. Просто мне нужно убивать таких, как ты. Оп. Насобирали, насобирали. Держи, братишка. Это все для тебя. Подарочки, епта. Хорошо. Перезарядочка. Слушайте, ну мы всех убили вроде бы. Вроде бы всех убили. Куда нам нужно идти? Куда-то в эту сторону. Там есть какая-то, мать его, разруха. Я могу пойти по... Да, я могу пойти сюда, друзья. Потом направо. Ну, собственно говоря, наверное, все будет у нас хорошо. Я очень на это надеюсь. Я могу делать рывки. Че я? Че я? Какой-то тон, смотрите. Я тоже могу его поубивать даже немножко. Но он такой полудобитый, полудохлый. В принципе, можно. Слушайте, нормальная пушка. Мне нравится очень. Прям очень нравится. Держите, ребятки. Это все для вас. Это все для вас. Так, там впереди, я вижу, есть какой-то титан. А, зря только ракеты выпустил. Ну, ладно. Давайте как-то, может быть... Слушайте, я его убил. Отлично. Что? Что это за дерьмо? Какие-то мелкие насекомые хотят меня атаковать. Мне кажется, это неправильно. Перезарядка. Воу-воу-воу-воу-воу. Че за хрень? А-а-а. Так это эта телочка. Эш, которая с нами все это время разговаривала, ребят. Ядро полета? Хорошо, я полетаю. Окей. Да идите нахер вообще! Какие бойцы! Хорошо. С этим разобрались. Тебя, держи! Хе-хе-хе-хе. Твои пульки, ёпте. Слушайте, ну прикольно. У нас что-то даже получается. Я не знаю, сколько ее нужно будет убивать. Я нихера не попадаю по ней. Это прекрасно понимаю. К сожалению, слишком вязательно и слишком поздно. Я могу полетать. Я не знаю, сколько ты делаешь. Я не знаю, сколько ты делаешь. Да закнись ты, блядь, уже. Я же должен тебя убить. Ни хера она уворачивается. Не, вы видели? Так, ребят. Она начинает меня выносить нахер. Мне нужно искать вот эти зеленые штучки. Короче, это страшно, я вам хочу сказать. Да сдохни ты, твою мать! Тебе только сейчас стало интересно? Мне уже давно стало интересно. Заткнись. Стреляешь тут по мне. Ты смотри, какой ты наглый тип. Ну откуда? Откуда ты выйдешь? Давай, 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 давай. Нихера, нихера. Ты не угадала, я тебя убью. Хорошо, хорошо чуть-чуть, ребят. Становишься опытнее. К сожалению, слишком медленный. Я знаю, что я слишком медленный. Ты уж прости. Сдохни! Так, убегаем, 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 ракетница. Ич! Че, все? Не, она начинает чем-то стрелять в меня. Чем-то очень опасным. Какой-то дробовик. Питановский. Так, одна ракета, это не то, что нам нужно. Но я могу обойти тебя. И тогда ты получишь по сусалам. Давай, 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 подруженцы. Хорошо, хорошо. Тебе чутка осталось. Мне стало интересно. Да тебе давно уже стало интересно, я это прекрасно понимаю. Когда ты сдохнешь, сучка. Где ты, с какой-то стороны вообще находишься? Всем бойцам огонь на поражение. Это вы... Ха-ха, одной ракеткой всего-то. Ребят, одной ракеточкой. Так, это нам сюда. Слушайте, а шлем я у нее не могу забрать, да, нифига? То есть, получается, что мне нужно просто уходить. Хорошо, я как бы не против. Будем отсюда сваливать. Ну, мне же и шлемы нужно собирать. Они же наверняка где-то есть. Так, ребятки, уходим. Слушайте, ну, прикольно, прикольно. У нас, получается, это уже радует. Давай, 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 поднимайся. Я пришел к выводу, что лучше избегать коротких путей. А, в смысле? Что ты имеешь в виду, братан? Предполагалось, что путь через динамический комплекс АМС позволит нам обойти труднопроходимую территорию. Но выбор оказался неудачным. Больше не будем срезать путь. Мы почти добрались до места встречи с майором Андерсоном. Остается найти его и прояснить ситуацию. Что будет потом, неизвестно. Ну, хорошо, я как бы не против. Я понимаю, что сейчас впереди будут какие-то интересные новые плюшечки. Это будет все очень занятно. Но, конечно, в игрушках нужно, ребят, набираться опыта, которого я не имею. Следствие и причина. Прибытие на место встречи с майором Андерсоном. Пилот, майор Андерсон где-то здесь. Обследуйте объект. Встретимся на той стороне. Не попадайся больше пяти. Срезать путь не буду. Хорошо. Так. Все команды, участвующие в анализе ковчега, должны явиться в лекционный зал на презентацию генерала Мардера. Спасибо. Слушайте, какое-то явление. Думаю, что мы готовы к испытанию. Не забывай, что он заручился в поддержке. Но такая фича используется во многих игрушках, на самом деле. Что это было? Похоже, что искажения на территории объекта создают временной разлом. Рекомендую сохранять осторожность, пока мы не узнаем больше. А, не, ребят, нифига. Это не флешбек. Это именно... Аномалия какая-то. Мы поможем защитить всю человеческую расу. Расширим ее заново... В общем, все не так-то просто, знаете ли. В какую сторону? Мне нужно где-то вот здесь пройти. Тут проходит... А, вот, дырка в стене, короче. Нужно туда лезть. Хорошо, ребят, погнали. Ствол умно заряжен. Это радует. Опа, пулечки. Напоминание. Персонал обязан. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, брати! А, ну ладно. Ладно, так тоже, в принципе, подходит. Я надеюсь, они меня так не сожрут, потому что будет очень обидно. Я так долго шел к этому месту. Ага. Здесь было стекло. Что это за место? АМС. Построили на фронтире несколько исследовательских центров. Но данный объект ополчения неизвестен. Сколько у них подобных объектов? За 8 стандартных месяцев до начала операции Палаш, 9-й флот ополчения захватил или уничтожил более 29 подобных объектов. А че ты трупы собираешь? А, он майор ищет, короче. Перебирает каждый трупешник, смотрите. Да, братан. Обнаружен сарказм. Ладно, давайте двигать тогда в этот комплекс, раз он хочет, чтобы мы сюда пошли. Я не... Ага, наверх. Куда-то наверх. Тут работают еще роботы. Окей. Нормальный не будет меня убивать. А-па-па-ра-па-па-па. Тихо, братан. Спокойненько. Не нужно тебе это. Ага, вот это он в потолке торчит. Слушайте, ребят. Это, видимо, и есть майор Андерсон. Заберите шлем. Хорошо, сейчас заберем. Я надеюсь, без головы. Это можно засчитывать как встречу. Так точно. Сердце Андерсона не бьется. Его организм прекратил биологическую деятельность. Ну, тоже верно. Пилот, передайте мне шлем Андерсона для анализа. Слушайте, озвучка прикольная. Возвращайте Андерсона. Командование спецоперации 217 перешло к вам. Поздравляю с повышением, пилот Купер. Дальше идет инструктаж Андерсона от командира и раздвооболчения Сары Брикс. Давай посмотрим. Майор Андерсон. Куда? Две недели назад мы перехватили переговоры АМС. Они нашли что-то на тифоне. Был зафиксирован мощнейший выброс энергии, а вслед за ним временное искажение. Приказываю силам РСП проникнуть на объект противника. Есть. Я займусь этим вопросом. Это устройство, которое мы нашли во время операции Гризли, защитит вас. Нам известно, что АМС наняла кубина близко его наемников для охраны какого-то важного объекта. Поэтому будьте осторожны. И Андерсон, вы знаете, как я ненавижу писать похоронки. Поэтому не ходите один. Помните, РСП команда. Ну и в это не спасло, ребят. Андерсон мертв. Честь данных, собранных майором Андерсоном, утеряна. Долг велит нам завершить выполнение специальной операции 217. Рекомендую отыскать устройство, которое Андерсон носил на запястье. На нем не было никаких устройств. Должно быть оно на другой половине тела. То есть нужно пойти куда-то наверх. В здании службы безопасности предоставляет уступ. Я останусь и продолжу сканировать кольцевую структуру, пока вы ищите информацию устройства в здании. Я как бы вообще не против, братан. Но я не понял, куда мне нужно идти. Наверное, куда-то наверх, да? Туда, где тело, а потом... А ну-ка, давайте попробуем сюда забраться. Да, блядь, ладно. Попробуем подняться сейчас. Наверняка там... Должен быть способ проще бить. Постараюсь найти. Что, вообще в другом месте где-то? Давайте пойдем в ту сторону. Нужно выходить из комплекса. Короче, видите, ребят, есть способ зайти туда проще, но нам почему-то об этом сразу не говорят. Попробуем. Попробуем, я не... Ага, вот оно как. Так, смотрите, прикольно, что можно ехать на этой штуке снизу вверх, а не только сверху вниз. Да, очень, знаете ли, нужная тема. Так, и куда мне дальше идти? Обнажен нарушитель, активируя в другом месте. Воу-воу-воу-воу-воу, вы серьезно? Чуваки! Хорошо, все спокойно. Блядь, ребят. Я, пожалуй, сделаю невидимым себя. Ай-яй-яй-яй-яй. Просто сваливаем, ребят, свал... Да что ж у вас тогда хера здесь, чуваки? Что ж происходит-то здесь вообще? Я думал, это флешбеки, а это, оказывается, какие-то реально времена, аномалии. Меня постоянно бросает, как шлюху какую-то. Окей, я даже могу там убивать, знаешь, все на самом деле, ребят. Твою мать! Это слишком резко для меня, друзья. Ну ладно, будем идти дальше тогда, почему нет? Главное, никуда не упасть. Так, ну что, в принципе, получается, мы прошли эту локацию. Видимо, сейчас мы будем находиться на самом комплексе, и там будет происходить самое главное месилово. Вот только интересно, меня так же будет постоянно бросать туда-сюда? Потому что меня, честно говоря, это не очень устраивает. Так, это, видимо, и есть наш Андерсон. Давайте посмотрим. Простите, Андерсон. Он застрял, ребят, он застрял здесь. Причем в очень нелепой позе, и... Да, жалко типа, конечно, но... Что можно было делать, чтобы так... А-а-а! Чтобы переместиться во времени, нажмите... Дело место небольшое нарушение системы безопасности, и мы просим гражданских лиц и исследователей немедленно прос... Слушайте, ребят, прикольная штука, я теперь могу... Хорошо, смотрите, есть огонь, видимо, нужно и бежать вперед. Пилот Купер, я передал часть функции моего и ИИН-устройства, чтобы мы смогли общаться вне зависимости от временных сдвигов. Смотрите, каких можно перехитрить, ребят. Слушайте, круто. А дальше-то куда? Дальше куда идти? Здесь... Вот есть дверь. Ах ты ж... Так, ребят, меня этот момент не устраивает, но здесь, видимо, можно... Слушайте, а можно? Можно обойти? Да, можно обойти, ребят! Можно обойти. Какие нахрен нарушители? Успокоились, угомонились вообще тут. Сели и ничего не делайте больше. Слушайте, это похоже... Ох, как я тут не вовремя, ребятки! Слушайте, ну я их убил. А, здесь можно нажать что-то. Они стреляют под стекло, а стекло противоударное. Вообще круто. Что, если я переключусь просто? Мне кажется, так будет интереснее. О, ребят, а там-то турелечки стоят. Понимаете, в чем дело? А там стоят турелечки. Я туда не добегу. Давайте пробовать. Почему нет? Смотрите, я могу... Ага, ага, вижу. Слушайте, а может быть нам вниз надо? Это коридор, и он, типа, может быть даже не горит. Давайте попробуем. Да, да, ребят. Действительно срап... Тут закрытая дверь, я не смогу... Хотя, подождите-ка. А-а-а! Я пошутил. Я не хотел. Слушайте, я походу застрял. Я нахрен застрял просто. Блин, там горит огонь. Слушайте, но... А что... Я реально застрял? Может быть есть... Вентиляционные вот эти шахты? Нафига я сюда спустился вообще? Дробаш, это, конечно, сын. А, вот, 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 вот. Твою мать. Да как же быть-то? Мазамбик, трёхствольный пистолет, дробовик, супа... Меня это не интересует. Я хочу пойти наверх. Вообще, мне кажется, меня должны атаковать, и эти двери должны открыться. Я почему-то так думаю. Ну, короче, наверху там в любом случае был лаз. То есть мы делаем вот так. Я подыхаю, ребят. Как-то не очень, блядь, если честно. Ладно, где у нас ещё... А, наверху есть лаз. Я пока сейчас просто осмотрюсь, ребят. Я понимаю, что я умираю. Но я не вижу дверь. Я не вижу долбанную дверь, в которую нам нужно идти. Может быть, нам нужно к той двери пойти? Мне кажется, это вполне логично. Давайте пытаться. Но там турельки стоят. Понимаете, в чём проблема? То есть, я могу пробежать после... А, вон дверь, ребят. Вон-то дверь. Давайте пробовать. Ну-ка, 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 попал. О-о-о. Так, что если мы сделаем вот так? Слушайте, хорошо, никого нет. Можно двигаться дальше тогда. Опа, пулечки. Вот они, турелечки. То есть, я их обошёл. Смотрите, могу идти дальше по коридору. Ты кто нахрен? Так, ребят, избавляемся от роботов. Нам нужно вернуться обратно. Но турели по нам не стреляют. Что, если туда гранат... А, так это рабочие роботы. Их не нужно было убивать. Начинается, начинается месиво. В лифт вам, ёпте. Хавайте гранатку, пацаны. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, я же могу переключиться. Чё за... Чё это за звук был? Нет, ребят, я не хочу переключаться. Мне лучше с солдатами воевать, чем с этими ублюдками. Так. Давайте, наверное... А, короче, знаете чё? Солдаты... В этом времени это солдаты. А в том времени это, короче, вот эти вот... Животные. С этой планеты. Крутяк, да? Вообще круто. Стоять! Стоямба! Не нужно тебе никуда бежать. Так, щиты разбиваются. Я это прекрасно помню, ребят. Угу, угу. Они плются нахрен какой-то фасфорированной хернёй, которая... Опа-па-па-па, граната. Я тебя вижу, я тебя вижу. Чё, не убил, что ли? Я прикольная одежда, братан. Я бы себе тоже такую хотел. Так, забрали гранатку. Где ты у нас там? А, вон головушка, вон головушка. Хорошо, всё, нет головы. Наверное, нужно бежать куда-нибудь в лифт. Мне так кажется. Или нет? Обыщите комплекс. Чё, серьёзно в лифт? Да, ребят, нам нужно в лифт. Оп! Так, залез, залез, ребят, залез. Хорошо, теперь полечу вот так. А дальше-то что? А, просто... Просто вниз, наверное, да? Слушайте, это так не работает. Мне нужно наверх идти. Слушайте, может я могу переключиться? Пэта-4, вы меня слышите? Пэта-4, где вы? Хорошо. Так, нужно как-то пробираться наверх, но... Я не могу этого сделать. У нас тут есть голограмма. Давайте посмотрим, куда она нас вообще приведёт. Что она будет делать? А, слушай, так всё просто. Я так умею иногда делать. Если повезёт. Блядь, ну это серьёзно, слушайте. Так, сюда забрались. Хорошо, отлично. А дальше нужно... А как дальше-то? Как дальше идти? А, тут верёвка есть. Слушайте, ребят, в этом времени есть верёвка. Поэтому проблем как бы и нет никаких. Ну что ж, хорошо. Я здесь. Я здесь, ребятки. Останавливаться. Испытание должно быть завершено. Пилот, я нашёл запись Андерсона, которая может вам помочь. Начинаю воспроизведение. Давай. Журнал «Полоса на 341 АМС» действительно что-то нашла. Что-то, способное искривлять пространство и время. Создали её точно не они, но они её ремонтируют. Их планы могут обернуться катастрофой. Ну? Чё там? Чё там, братан? Конец записи. Спокуха! Вылетает он мне тут. Ты посмотри. Да, господи, какой тупой дрон. Слушайте. Печаль вообще такая. Так, ну, мы пробираемся. Зачем я упал? А, ребят, видите, снова эта херня. Снова здесь. А, просто по коридору вперёд, ребят. По коридору вперёд. Вот они внизу тут есть, я вижу. Прекрасно. Наверное, знаете как? Нужно сделать вот такую... Ай, да ладно! Я пошутил? Спокойненько, чувачки! Какие щиты! Вас ничего не спасёт от моей разрушительной силы! Вы все покойники. Вы же понимаете, это прекрасно. Тут тоже будет Андерсон, что ли? Журнал Андерсона 3-4. Источник энергии искажающего орудия называется Ковчег. Похоже, корпус его оставляет желать лучшего. В этом пустое. Где же этот Ковчег? Конец записи. Ковчег подготовлен и отправлен в воспитательную камеру. Хорошо, ребят. Нужно идти... Опа-па-па-па! Вот эти чуваки мне вообще не нравятся. Я никогда их не любил. Они такие мерзкие. Я понимаю, что это роботы. Я не очень люблю насекомых. Но даже несмотря... Он выпустил дрона. Вы видели, как они выпускают вообще дрона? В первый раз только увидел, как он его запустил. Вот это... Тихо, тихо, тихо. Вот это интересно. Так, а что я тут... Да ладно? Беги, беги, беги! Но я мог включить режим невидимости. Я это прекрасно помню, ребят. Так. Убиваем этого чувака. Слышите? Ну нет, это не зо. Это так нелепо на самом деле. Они могли бы как-то предохраняться, мне кажется. Как-то сделать какую-нибудь двойную защиту. Слушайте, наверху шлем. Я его вижу даже. Может быть, я смогу его... Хорош. Найден шлем. Слушайте, один из шести. Это как-то вообще не результат, честно вам скажу. Журнал доктора Эвенберга, запись 11.4. По-прежнему неясна суть искажающего орудия, его предназначение. Вряд ли мы используем его правильно, поэтому возможны осложнения. Мардор считает, что риск оправдан. А я официально заявляю, эта затея добром не кончится. Хорошо, братан. Уходим дальше тогда. Здесь нам делать нечего. Раскручивайте внешние кольца. Я даже понятия не имею, что это значит, ребят. А я что, по кругу хожу или нормально я спускаюсь? Мне нужно спуститься, наверное, да? Вроде как бы да. Не, нифига, мне нужно подняться. Слушайте, взял, обошел весь комплекс нахрен. Там, короче, есть дверь, мне нужно в нее попасть. И, собственно, сейчас мы вернемся, наверное, и это проделаем. Вот сюда нам нужно, правильно? Вот. Вот теперь все хорошо, ребят. Теперь мы идем правильно. Обучите комплексы, берите раз... Ветданные. Да я знаю, как это... Слушайте, ребят, тут, наверное, есть какой-то подвох. Оно... А, я понял! Я понял, как это работает. Короче, смотрите, какая тема. Здесь мы прыгаем. Потом прыгаем. Вот так. И вот так. Все, перешли, отлично. Нужно постоянно менять время, ребят. Меня интересует, могу ли я в этот ларек зайти? Наверное, нет. Тихо, 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 ребят. Дроны летят. Так, это были ракеты. Не так-то уж это и было, и страшно. Так, ну здесь, видимо, нужно проделать точно такую же процедуру. Мне нужно встать сюда. Хорошо. 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 О, ребятки, нет, я с вами воевать не хочу. Лучше с людьми. Лучше с людьми. Они хотя бы, я не знаю, ребят, более предсказуемые, что ли. Отлично. Так, где ты взялся? Тебя ж тут не было. Какой нахрен щит? Ты покойник. Ты же понимаешь, что прекрасно. А вот это вот интересно. Вот это было интересно. Это какой-то новый дрон был. А, тю-тю-тю-тю-тю. Оказывается, эти вентиляторы очень больно режутся. Так, отлично. Ай. Твою мать, где вы беретесь? Слушайте, здесь есть трос, но он под электричеством. Видимо, нужно сделать как-то вот так. А-па-па. А здесь был огонь. Так, ребятки, у нас серия 41 минута уже. Я предлагаю, наверное, где-то здесь остановиться. Не знаю, не помню, где у нас была контрольная точка. Но я надеюсь, что серия вам понравилась. Будем, конечно же, продолжать в это все играть. Не думаю, что скоро этот уровень закончится. Учитывая, что мы, видимо, перешли либо на новую главу, либо на новую локацию. Был экран затемнения. Обычно это происходит, если мы переключаемся с уровня на уровень. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Кот. А пока, друзья, всем до новых встреч и до новых видео.